Очень простой урок про линии. Линии вызываются из этого же списка. Вот она, Line и Arrow. Это то же самое, просто линия со стрелкой. Сочетание клавиш L либо Shift L. Окей, выбираем линию, нажимаем левую кнопку мыши и перетаскиваем. Рисуется линия в нужном нам направлении. Если нажать Shift, будет строго прямая линия в направлении по горизонтали, по диагонали, либо по вертикали. Окей, нарисовали линию. Нарисовали еще, еще и еще. Соответственно, после того, как мы нарисовали эти линии, можно выделить конкретную и изменить угол наклона. Все предельно просто. Можно абсолютно точно так же, как и со всеми другими инструментами, изменять позиции по осям X и Y. Изменять длину этой линии. А высоту, к сожалению, не получится поменять, потому что это кривая без Е. А у кривой без Е обводка это и есть, собственно, толщина. Логично. Можно изменить угол наклона. Разумеется, он будет идти от центра данной линии. Про линию со стрелкой. Вот она. Я сделаю потолще обводку. Но, допустим, мне не нравится эта линия. Как мне ее изменить? Все очень просто. Я могу войти в режим редактирования, дважды кликнув или нажав Enter. Выделить вот эту конкретную точку и зайти в дополнительные настройки обводки. Изменить. То есть убрать, например, None. Поставить скругление, поставить квадратные наконечники, поставить вот эту контурную линию, либо треугольную линию. В принципе, я думаю, сам принцип создания изменения, точнее, формы вот этой стрелки понятен. Что еще можно? Я могу, например, сделать другой наконечник у этой линии, просто выделив также в режиме редактирования вот эту точку. Опять же, перейдя в режим Cap, точнее, дополнительные вот этой настройки обводок и Cap в наконечнике поставить, например, контурную. Вот у меня две абсолютно разные линии получились на концах, точнее, одна линия на концах с разными точками. Могу создавать дополнительные какие-то кривые и указывать направление к картой в режиме редактирования. Ничего сложного, опять же, здесь не вижу. Что здесь интересного еще? Так это то, что можно выбрать инструмент Перо, создать какую-то линию в режиме редактирования, дополнительное ответвление. Также выделить эту точку и абсолютно точно так же поставить, ну, какой-нибудь другой наконечник. Ну, допустим, тот же треугольный, собственно, наконечник. Тут вообще ничего интересного нет. Что касательно самих инструментов, как ты видишь, я постоянно нажимаю сочетание клавиш. Например, я нарисовал линию, и у меня сразу идет прыжок к Move инструменту. Меня это полностью устраивает, но если тебя нет, ты можешь пойти в основное меню, во вкладку Preference и поставить здесь галочку Keep Tool Selected After Use. Что это значит? Это значит, что инструмент, которым ты пользуешься, будет выделен после использования. Ставлю галочку. Теперь, рисуя линии, у меня не сбивается инструмент. Как я уже сказал, я эту опцию не включаю, мне она не нравится. Поэтому я уберу галочку. Теперь, как только я перестал рисовать, инструмент сбросился на тот, что по умолчанию всегда. На Move. В принципе, это все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...